Итак, всем привет, с вами Дубгай, мы продолжаем играть за индейцев Аляски И если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы продолжаем И я, конечно же, выдал нашим дивизиям чуть более подходящую для них иконку Наверное, это самая подходящая Как вы помните, у нас здесь заспаунили 12 супер жестких дивизий И это только начало, сейчас мы будем брать самые страшные бафы Мобилизоваться мы, скорее всего, будем все наше население, примерно всю игру Потому что военно-бязанного там будет очень много И потом пойдем вот сюда, потому что здесь тоже есть очень полезные для нас бафы Поехали А, и еще важный момент, я сменил локализацию, потому что прошлое перестало работать Почему-то, видимо, что-то там в патчах поменялось, либо что Из-за того, что-то может быть переведено чуть-чуть по-другому Допустим, вот это, по-моему, называлось как-то иначе А сейчас у нас черепаший остров, но допустим Ну и пока у нас ничего не происходит, можем посмотреть, что происходит в мире И тут Россия пила войну сразу Амогусу и Финляндии Это любопытно, здесь, кстати говоря, автономия была выделена, а не интегрирована И Греция вступила в Московский пакт Потихоньку Россия продвигает свое явление на Балканах И тем временем Сербия ввела войну Иллирии, которая одновременно с этим воевала с, получается, Австрией И таким образом сейчас что-то здесь, скорее всего, получат А может, Иллирии ввезут с Австрией, а потом Сербия получат только пизды Ну, тут как бы есть нюанс Как получится, так получится И вот наши прекрасные воинские отряды Луны Будет получена идея военизированные банды Минус 100 время на плагнозовку вторжения То есть, что это значит? Что мы можем моментально вторгаться, да? Планирование вторжения будет моментальное Дальше, скорость в виде плюс 25, рга плюс 30% Ну, это солидные бафы, солидные, да? Но что идет дальше, это просто пиздец Тут по-другому не из себя выразиться никак 25 военнообязанного населения Минус 100 потери от истощения То есть, они буквально не истощаются Минус 100 расхода припасов То есть, им буквально не нужно питаться Они питаются поверженными врагами Энергией солнца И, не знаю, землей В общем-то Если нет земли, то камнями Если нет камней, то чем угодно Класс в состоянии дивизии плюс 25 Лимит капитализации плюс 100 Ну и классуально еще наверх Там дали 50 атаки, 50 защиты И минус 33 время подготовки Что значит, что дивизии будут обучаться супер быстро И да, мобилизовывать мы это будем По 0.09 ежедневно То есть, примерно всю игру Да Неплохие бафы, я вам скажу Но теперь идем в тотализм индейцев В такие моменты главное не пить таблетки А просто продолжать идти по своему пути Ну и да, расход припасов Как, в принципе, логично, минус 100% Он тебе становится просто 0.00 Какая прелесть Всегда бы так Где-то плачет один ромель, я полагаю Ну и я думаю, что этот дивизий сразу зависит До такого разумного состояния Добавим сюда рту И добавим сюда вот лопату Думаю, это будет здравая идея Немножко они потеряют, конечно, опыта Но, тем не менее С пастотам они получат очень важные вещи Кстати говоря, может еще и не весь опыт потеряют Ну, ветеранами может они и перестанут быть Но вот следующий тир, наверное, оставят Вообще, вот эти ванильные ветеранские Плюс 75% характеристикам в бою Это просто неадекватно И почти во всех модах это уменьшается Но здесь посчитали, что да Да пофиг И вот он, тотализм индейцев Я сделаю все, что должно Что обеспечить будущее красной расы Индийский тотализм Минус 5 тнп Плюс 15 скорость строительства 25 макс Эффектности производства Роста Двадцатка И объем плюс 10 Ну, казуально, казуально Давайте теперь скальп снять Им снять всем К сожалению, я не уверен Какой из Это, наверное, нам сделать вынос к Канадой Но вот эти, наверное, не должны Поехали Признаки настоящего воина И африканские племена В сбросе окова немецкого владычества В Африке произошел коллапс Что ж, у нас единственное Какой коллапс может произойти Это по людским ресурсам Потому что, объективно говоря У нас их примерно нету И да, там проценты супер жесткие Но только это все еще супер мало Но в теории, если мы будем оккупировать То эти супер большие проценты Должны привести к тому Что даже с оккупированных земель Мы все еще будем выносить Какие-то более-менее нормальные проценты Так что посмотрим Кому загадирает, выключу эту Но в целом, в целом Должно быть нормально Градиозоны какие, как бы Главное заполнять Градиозоны людские ресурсы будут проблемные Но, я думаю, мы справимся Наша клиника проходила И не через такие испытания И вот в России Фрунзе объединяет Россию Социалистическая республика Какая социалистическая Хороший вопрос Где тут Фрунзе Хороший вопрос Но, тем не менее, ивент произошел Вот оно, преднаки настоящего воина Рост политической власти Стабильность и 100 политики Ну, вообще По сравнению с прошлыми бафами Это пыль Но, тем не менее, чуть-чуть полезно И у нас тут, если посмотреть на генералов Просто огромная куча Хороших, прям, генералов Есть несколько приспособленцев Ладно, приспособляется один Но у всех почти что есть Какие-то хорошие перки И почти все могут быть Мастером снабжения Только снабжения у нас Как бы, в принципе, нету Но, тем не менее Вот этого парня, наверное Можно было бы даже поставить Генерала Ну, приспособленец, очевидно Наверное, один из самых важных перков На фельдмаршале А еще у него уже на первом левеле Как бы, три лишних стата Больше, чем 1-1-1 Следовательно, да Давайте его повысим И назначим нашим фельдмаршалом Сюда назначим какого-нибудь Тоже блестящего стратега К примеру, вот этого парня Который тоже уже супер накачан И имеет какие-то бафоны авиации Не знаю, как они работают На наземных генералах Но, тем не менее И вот оно чудо Индийской Получается инженерии Люди дрилятся Но не теряют снаряжение При этом отрешено Буквально ноль И поля убийств Следующий ивентик Можете почитать про это все Стоп, стоп Политки получаем И раздаемся Я так понимаю Кучу территорий Разным этим Разным людям, да Ладно Хотите почитать Почитайте Я не буду его полностью засчитывать И великие набеги Это как раз Кибеление войны Насколько мы к этому готовы Я бы, наверное, хотел взять Буквально вот тут Буквально Фокус Потому что он 3 дня Это 7 дней Чему это не взять Это слишком сильные фокусы Чтобы их скипать А, вы помните Тот баф на скорость, да Плюс Сколько Сколько там было Плюс 25 То есть у нас плюс 50% скорости Фактически Если бы дивизия ездила На 10 км в час Скорость Она бы ехала 15 км в час Это сильно Это сильно Но я думаю Я уже начну этот великий рейд Не буду слишком себя перебафывать В принципе Мы и так уже Забафнуты Как некуда Так что Еще 2 дивизии Поставлю обучаться Но в целом Мы уже готовы Здесь еще фокус Точнее решение Национальной амбиции Аляски О, смотрите Мы можем Аннексии получить И получить Претензии на кучу территорий Либо получить На Получается Что это? Чукотка Ну какие-то Британские земли Какие-то В общем-то Российские походу Земли Ну давайте За великую аляску Наверное Потому что Национальные территории Это нам надо Это плюс Лидские ресурсы А претензии Это звучит Не так интересно И начнется Второй вельдкрик Но это просто Шутки По сравнению С тем Что сейчас Сочнется В Северной Америке И вот он Великий рейд Мы идем в лого Зверя И мы не вернемся Пока не выполним Нашу последнюю задачу Мы отомстим Получаем кучу Национальных территорий Получаем Кучу аннексий Ладно Раз нам дают Национальные территории То у нас будут Лидские ресурсы Сразу Убеляем войну Канаде Это как бы даже не цель Это просто Сразу война И нам дают Ёбаный рот Этого казино Я вот про это Уже и забыл Я как-то этого Не видел Нам дают 78 Дивизий Которые просто Ну Готовы уничтожать Все на этой планете Реально 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 Орда И ну Даже ополчение Это Уже невероятно Сильно То есть как бы Ну да Пехота конечно Будет получше Но в среднем Плевать Плевать Это все еще Больше чем Примерно я думаю Вся армия Германии Ну что Канадцы Вы там что-то Нас Загнали на Аляску Да Янки Вот эти вот Бледнолицы Пришли с Пришли с Запада Но теперь Теперь Наш индийский народ Отомстит Как только надо понять Куда бы все это засунуть А знаете что мы будем делать А правильно Мы будем все это засовывать Просто куда угодно По той простейшей причине Что у нас Нету отришина В принципе Как механики А значит Мы можем сделать Просто Ну Что угодно По фронту И это не будет Гореть На стабжении То есть я могу буквально Сделать вот так Да и в принципе Пофиг Ну и раз тут уже Это Как бы Мы начинаем Нашу компанию Да Давайте уже сделаем Вот так Справедливости ради По этим По выбрать Вот это выглядит Чуть более равными шансами Все еще на самом деле Шансов у них нету Поэтому давайте А у нас сюда нету Ну ладно Хотя бы так Хотя бы так Верно Прекрасно Прекрасно Здесь немножко Переделался Фронт И можно Теперь сделать Вот так Прекрасно Ну и нажимаем галочку Господи Помилуй Этих ребят Которые там будут Потому что Эти дивизии Это пиздец Они еще Двадцати семерки С миллионом организаций Двадцать восемнадцать Базовой атаки Просто 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 Посмотрите на лицо Этого генерала Он 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 просто в ахуе Он не знает Что на это Что на это ответить Почему здесь внезапно Оказалось Девяносто две Дидвизии Индейцев И каждый из них Воюет просто Как кибер-убийца Пускает Не знаю Лазеры из глаз И С плеч у них Вылетают ракеты Но Такова реальность Сейчас Канадского командования Но Что с этим делать Пока им Конечно Вряд ли будет ясно Вряд ли Когда-либо Кому-то Будет ясно Что с этими Индейцами Сделать Индейцами Будет хороший вопрос Теперь я посмотреть Какие В итоге получим Потери Вполне возможно Что около Нолевые Как же приятно 66 дивизий С одной провинции Держать И при этом Не обращать Внимание Вообще На снабжение Всегда бы так играть Где-то Снова плачет Робель Уже просто Схлипывает На взрыв Когда видит Такое И забавно Факт Нам говорят Поезда Нужны для снабжения Блять И реально Нужны И реально Нужны Но Как будто Это фейк информация Как-то да Видимо Из-за каких-то Может погодных Условий Либо что-то такого А все-таки 100% Перевышают Ну типа Знаете У нас минус 100% Но там От пассового 100 Еще плюс 20 Каких-то Или чего-то Еще типа Происходит Вот потеря Сыщение Плюс 30 Да И все-таки Из-за этого Какие-то у нас Появляются Потери Но по факту Как бы их Ну почти Нету Ой Нам дают Поддержку Ну да Возьмем И здесь Здесь тоже Россия Начинает Марш на Запад В общем-то В Европе Пошла Полная Жесть Но Это Это Никак Нельзя Вообще Сравнить С тем Что Сейчас Будет Происходить В Северной Америке И Они Еще Не знают Им там Канадцы Рассказывают Что у нас Какой-то Пиздец Просто У нас Тут 90 Дивизий Индейцев Постает Вот Здесь Вот На них Смотрит Вильгельм Говорит Вы Ебанутые И Вот Это Поэтому Вы Еще Не Помогаете Нам А Канадцы Не Врут Просто Ну Им Никто Не Может Поверить Что Это Такое Им Никто Не Может Поверить А Я Сейчас Зашел Вот Сюда Подождите Нам Дали Просто 1.2 Миллиона Еще Непонятно Кстати Говори 75 Миллиметров У нас Таких Как будто Даже И Нет А Нет Это Старые Дали Это Любопытное Развитие Событий А Ну И Винтовок Тоже Дали 1.2 Ребята Это Конечно Да Назвать Это Компания Балансный Ни В коем Случай Нельзя Но От Этого Только Веселее Я Еще Помните Дивизии Готовил Говорил Ну Еще Парочку Подготовим Игра Решила Подготовить Парочку Парочек Еще Парочек Десятков Да Неплохо Я тут Госпиталь Делаю Думаю Блин Надо Заменеджить У нас Тольских Ресурсов Не хватает Промышленности Мало Хоть На спавн Для Те 18 Дивизии А тут А тут Это И тут И тут Я вижу Это Блин У меня Появилась Любопытная Идея Попробовать Поиграть На каком-то Из Американцев Либо Наоборот На канадцах И попробовать Сдержать Этих Индейцев Дайте В комментариях Узнать Если такое Будет Кому-то Интересно Я думаю Наверное Будет Наверное Мне будет Интересно Когда-нибудь Я наверное Такое Сделаю Слушайте На фоне Этого Можно Вообще Делать Вот Так Ну Типа Зачем И Взять И Просто Переделать Свои Дивизии В Орду Тут Кстати Говорящие Лопатка Есть Сразу А что Нет Как бы Да Если Если В принципе Ну Да У нас Есть На все Это Все Так Что Это Все Становится Ордой И Мы Удаляем Все Эти Лишние Дивизии Нам Больше Не Нужны Другие Дивизии У нас Есть Одна И На Это В принципе Все Думаю Мы Не Будем Делать Ставки И Что Такое Придумать Обузить Потому что У нас И так Есть Уже Непобедимые Дивизии Можно Было Поделать Авиацию Потому что По ощущениям Я думаю Пехотка Нам Больше Никогда В жизни Не Понадобится Ладно Один Военный Вот Оставим Артиллерия То же самое 1-2 Миллиона Я не думаю Что Возможно Истащить Да Тем более С нашими Другими Бафами Вот Австрия Собила Воюну Значено Кстати Говоря Здесь Нормальные Процессы Обычно Что-то Ломается Да Кстати Говоря Сербия Получила Пизды От Австрии А ничего Другого И Германия Тут Да С Австрией Будет Я думаю Достаточно Успешно Воевать Ну вот Мы Посмотрим Заодно Насколько Успешно А и да Я начал Воевать Как-то Все-таки С Мексикой Подожди Мексики Я убью Войну Да Да Я вот Этим Не убью Войну Давайте Типа Ну Как бы Обеем Войну Уже Интернационалу Чтоб Все Честно Было Плюс Говоря Реально Несем Все Потери На Самом Деле Но Конечно Не Сопоставим Их Но Это Потому Что У них Все-таки Тут Горы Но Все-таки Нету Авиации Поэтому Конечно А Ну Вот Тут Сейчас Авиация Была По-моему Раньше Была До Этого Здесь Вот Красная Показалась Тем Не Менее Почему Нет Все Окей У нас Виде Конечно Потеряли Опыт Из-за Всех Передел Под Один Шаблон Во-первых Большая Часть Так Была Ордой Во-вторых Все У них Остались Регулярные И Французская Русская Австрия Вступает В войну Япония Вступает В войну Все Чисто Четко Одни Мы Тут Решили Черепаш Остров Создать Ну да Приходят Заводы Я не знаю Что с ними Делать У нас Все Есть Давайте Наверное Что Поделаем Самолеты Тяжелые Стребители Почему Нет И Ну да Если Раньше Тихоокеанские Штаты Еще Как-то Сопротивлялись То Сейчас Они Просто Истощены В отличие От нас У них Нет Миллиона Запаса Артиллерии Миллиона Запаса Пехотного Снаряжения Да Это Конечно Ну слабые Слабые Слабо Сыграли Очевидно Скилышью Могли бы И накопить Уже За Такое Время Столько Оружия Нью-Йорк Взывает О помощи Мы Вам Скоро Тоже Поможем Не волнуйтесь Забираем Территории Все Забираем Все Думаю Попробуем Забрать Весь Флот В принципе Давайте Отвернем Партию Еды Припасов Сразу Почему Нет Пускай Пускай Получат Временно Что-то Поесть Если Они Больше Вряд ли Когда Смогут В общем То Да Снятым Скальпом Наверное Люди Много Не живут Но Тем Не Менее Продолжаем Просто Ити На Восток А Тут Центр Америка Немножко Не Тоже Лада Так Скать Нашего Наступления Но Плевать Давайте Уже Вступим Войну С Интернационалом Че Нет Я думаю Сложно Здесь Представить Какие-то Так Скать Реалистичные Цели Которые Было Бы Так Скать Сложно Выполнить С Нашими Ресурсами Но Я Б Сказал Что Нам Надо Во-первых Очевидно Блинолейцев Выбить Полностью С Америки Что Это Наша Территория Территория Индейцев Распад В тевере Объединенного Фронта О Распад Наверное Наоборот Появление Да Есть Врангель Так У меня есть Ощущение Что Это В новом Росификаторе Что-то Словно Потому Что В теории Врангеля Там Наверное Все-таки Нету Тут Как-то Другие Люди Совсем Так Что Да Вот И Кроме Этого Я думаю Блинолицы Надо Показать Что Зря Они К нам Высаживались Теперь Канада Высаживается В Британию Вы уверены Что Это Ваша Главная Проблема Канадцы И Что Как Б Ну Надо Провести Обратную Колонизацию Я считаю А Мы Тут Еще Получили Бафы Я так понимаю От наших Фокусов Военное Использование Собачьих Упряжек Еще Не боевые Штрафы Для Национального Снабжения Которого У нас Всегда Хватает Плюс Атака Кавалерии Ну Плевать Климпицей Сохол Для Дальность Набжения В целом Плевать Но Забавно Что Еще И такие Бафы Мы Тоже Получаем И Вот Канада Уже Почти Проиграла Игрования Все Спрашивает Канада Где Ваши Войска Почему Вы Все Еще Нам Не помогаете А теперь Мы Сейчас Бежали Из Торонто Нас Индейцы Прессуют В них Армия Пиздец Великолеп Думает Америка Поехавшие Какие-то Что Что С ними Не так Вроде Блин Нормально Общались А тут Говорят Индейцы Атакуют Ну Ясно Ясно О Мир с Канадой Смотрите Нет Мы Процедим Урок Очевидно И Все Канад Никто Не верит К нему Присоединяются Американцами Американц Говорят Это Правда Индейцы Реально Сильные Немцы Думают В этой В Америке Совсем Уже Разум Потеряли Говорят Индейцы Из Аляски 90 Дивизий Во чем Что Что Такое Уже Вся Европа Смеется Над Америкой Индейцы Реально Идут Индейцы Уже Реально Захватили Большую Часть Америки И Почти Всю Канаду И Вот Уже Синдикаты Пали Тоже Капона Бежит В Германию Рассказывает Пиздец Индейцы Все бизнесы Отжали Весь алкоголь Выпили Вообще Нереально Ввести дела Тут Дадим В это Не в Сицилии Смеются Говорят Еще Ебанатый В Канаду Уже Сбирал В Королевство Канады Господи С локализацией Что-то Да Как-то Локализация Как будто Похуже Стала В новой Локализации Ну Как есть Давайте На этом Наверное Подзершим Вторую серию Черепаший остров Прекрасный Уже Почти всю Северную Америку Начнем Мы сейчас Продвигаться На юг Индейцы Должны Спасать Очевидно Индейцев И южных Там Тоже Всякие Были После Чего Мы Пойдем Деколонизируем Так Сказать Европу Покажем Что Колонизация Это Плохо А Индейская Канадская Что же Хорошо И только Такая Должна Быть С вами был Дабкайп Также Еще Очень Хорошо Ставить Лайки Подписываться Если Вы Еще Не Подписаны Оставлять Комментарии Вступать В Дискорд Подписываться На Твич И До Скорых Встреч Ребята Всем Пока